Привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас гид по каталогу Avon номер 12. Он у меня уже такой потрепанный, засмотренный до дыр, потому что очень интересует меня продукция Avon. И вы мне советуете, я присматриваюсь, листаю его постоянно, очень часто, чуть ли не каждый день. В первой странице стартует хорошая акция на жидкую матовую помаду. Так, вот так она у нас выглядит. И стоить она будет 349 рублей, пошел к цене. И вот такие вот классные представленные оттенки. Девчонки, здесь заявлено, что 16 часов стойкости. Мне вот интересно, это новинка или она уже была в каталогах. Если кто-то пробовал эту помаду, напишите, пожалуйста, действительно ли 16 часов стойкости, ну пусть хотя бы даже 5. Не скатывается ли она, очень интересно, потому что если она хорошо ведет себя на губах, я однозначно закажу какие-нибудь нюдовые оттенки. Мне нравится очень вот этот оттеночек. Это у нас невесомый нюд. Ну, потрясающий, очень ходовой. Вообще не все здесь классные, кроме сиреневых, конечно, я бы прям вот все взяла. И цена, в принципе, если эта помада действительно хорошо держится и нормально сходит с губ, очень даже приятная. А на этой же страничке при покупке помады можно заказать аромат Avon Violavita за 30 рублей всего 10 мл малышку. Это у нас фруктово-цветочный аромат. Я его еще не ощущала, но с удовольствием, если буду заказывать помаду, однозначно возьму, конечно, и этот аромат на пробу. Я слышала очень много положительных отзывов о легком очищающем масле для лица «Чудесное сияние». Я так подозреваю, что это как бы, ну, стандартное обычное гидрофильное масло, но все почему-то, вот, какие я только обзоры не смотрела, очень его нахваливают. У меня пока есть масло гидрофильное, но когда оно кончится, я обязательно попробую от Avon. Хочется попробовать карандашик для губ ультра. 160 рублей он стоит. Девчонки, кто пользовал, напишите, пожалуйста, стоит ли он своих денег, насколько стойкий. Я бы вот с удовольствием взяла натуральный оттеночек, который, надеюсь, подойдет под мою нынешнюю помаду. Вот есть еще универсальный, не знаю, почему он белый. Здесь нарисован очень интересно. Очень крутые ароматы в новинках. Так, стамина, называется, по-моему, женская водичка. И цена, хочу сказать, вообще меня цены на ароматы в Avon удивляют все больше и больше. 75 миллилитров, 499 рублей. Это цветочно-фруктовый аромат, и вы знаете, ничего, прям вот мне понравился. Но гораздо больше понравился мужской аромат. Тоже 499 рублей и тоже 75 миллилитров. Ну, вообще круто. Они в каталоге пахнут, поэтому можно ощутить хотя бы приблизительно со страниц и почувствовать. Мужской мне прям очень понравился. Может быть, даже возьму своему мужу, хотя у него уже тоже коллекция. Аромат и лак пошел к цене. 699 рублей любой из этих ароматов. Один из них, даже два можно, мужской и женский, почувствовать тоже на страницах. Но у меня нет пробников ни одного из этих ароматов, хотя слышала тоже море положительных отзывов. И в любимчиках у многих этот аромат. Буду брать пробники. Посмотрю, если зайдет, конечно же, буду брать и полноразмерку. Девчонки, у меня тут дилемма, и без вашей помощи вообще никак не обойтись. У меня заканчивается моя тушь, скоро подойдет к своему логическому завершению. И мне очень хочется попробовать тушь Avon из серии Super Shock. Ну, их здесь такое большое количество разновидностей. Я смотрела, у девчонок тоже много обзоров, и они хвалят Super Shock. Мне вот нравятся лично силиконовые кисти. Я вот даже не знаю, какую из этих тушей мне взять. А если вы пробовали разные, как бы, то напишите, пожалуйста, какая вам нравится больше. Тут смотрю объем, везде объем-объем. Я, в принципе, беру тоже часто всегда объемную тушь, но и удлиняющую бы с радостью попробовала. И силиконовые кисти здесь у трех представлены тушей. И у этой, и у вот этой вот бирюзовой. И последняя тоже у нас она с силиконовой кистью. Но здесь, по-моему, нет черного цвета. Темно-зеленая, фиолетовая, серебристо-серая. Ну, значит, мой выбор, в принципе, тогда падает на вот эти две. Вот какую, девчонки, из вот этих двух первых посоветуйте. Буду вам очень признательна. Буду брать однозначно еще карандашик для глаз. Диамант, 190 рублей. Он у нас здесь, в этом каталоге. Девчонки мне уже посоветовали взять сумеречный блеск, либо сияние искры. Вот, смотрите, сумеречный блеск, да? Синий-синий. Девчонки пишут, что он отдает в зеленый. Мне хочется вот, чтобы был зеленый подтон. И я буду полагаться, опять же, на ваше мнение. И закажу какой-то из этих двух однозначно. Много тоже положительных отзывов слышала на губную помаду «Леди». Видела свочи. Она достаточно стойкая и насыщенная, пигментированная. Очень хочется попробовать какой-нибудь оттеночек. Буду выбирать. Ну, скорее всего, либо капучино, либо закат. Нравятся мне и коралловые оттенки в помадах. Но так как нюдовых уже просто очень-очень-очень много, возможно, возьму и закат, что-нибудь поярче. Девчонки, еще вопрос к вам. Вот карандашик «Диамант», да? Либо гелевый карандаш «Точность цвета». Вот на него тоже я давно очень смотрю. Кто-то писал, что гелевые карандаши вызывают аллергию. Эйванские у некоторых. Некоторых очень хвалят. Вот тропическая бирюза. Она вот реально бирюза интересная. Если у кого-то был такой карандашик, отпишитесь, пожалуйста. Либо вот коричневый, медный тоже. Ну, вообще очень хочется бирюзовый, потому что уже нюдовые оттенки надоели. Хочется ярких красок. Очень интересный тушь на странице 55. Тоже обратила на нее внимание. И здесь идет хорошая у нас скидочка. Пудрами я не пользуюсь. А вот тушь «Люкс Эйвен». Интересно, 10 грамм. Здесь обычная цена 730 рублей. А здесь за 259. Ее можно взять по акции при покупке товара из каталога. Кроме тут вот перечислено каких страничек. Кто пробовал люксовую тушь от Эйвен, девчонки, пожалуйста, тоже напишите. Однозначно возьму маску увлажняющую для ногтей за 119 рублей. Так как я пользуюсь шлаком, гель-лаком. И после того, как я его удаляю, я делаю это все самостоятельно. Хочется, конечно, что-то увлажняющее нанести, чтобы ноготочки немножечко, как сказать, реанимировать. И я думаю, что эта маска увлажняющая очень хорошо подойдет и для кутикулы, для ее смягчения. Я бы, допустим, девчонки, ее применяла следующим образом. Наносила бы на все руки и одевала бы резиновые перчатки. Вот тут можно даже завязать чем-то. Я так делаю. Иногда с питательными кремами. И эффект на руках потрясающий. Намазал ручки, одел перчатки, походил так немножко, либо отдохнул, полежал. И ручки напитанные, увлажненные. И супер вообще просто эффект. Поэтому масочку возьму точно. За 119 рублей еще к тому же. Здесь у нас какао, масло ши и манго. Ну, супер. Интересные ароматы на 70-й странице. Вот первый красненький, то он пахнет прям живым арбузом. Его можно ощутить. Страничка ароматизирована. Голубенький. Даже представления не имею. Здесь 50 миллилитров и 499 рублей. Наверное, кто любит такие ароматы, я, конечно, понюхать-то люблю. Но вот носить на себе арбуз буду. Понравился мне новый аромат из серии Surreal Sky. Это 75 миллилитров за 730 рублей. Интересно, стойкий или нет. Хочется, вот буду все ароматы Avon, девчонки, пробовать в 10-миллилитровом объеме. Чтобы и успеть на себе какое-то время поносить, ощутить. Потому что, ну, пробник это все равно не то. Маловат размер. Ну, не оценишь так, не люблю. А вот этот объем, вот когда будет акция на какие-то парфюмы в объеме 10 миллилитров, я буду брать, стараться многие и выбирать для себя любимчиков. Инкадесенс вот сейчас у меня уже есть в 10-миллилитровом объеме. Мне очень нравится. Я люблю этот аромат. Мне нравится его шлейф. При первоначальном нанесении даже вот нет, вообще нет. А спустя какое-то время вот шлейф, который остается в надежде, мне кажется, недели, месяцы и годы от Инкадесенс вообще просто потрясающий. Он мне очень нравится. Это такой фужерный аромат. Вот он цветочный. И по-любому вот я чувствую здесь и древесные нотки. Хотя написано Ландыш Мимоза сливочный мускус. Ну, вот сливочный мускус, наверное, дает древесный аромат. Я в восторге от этой водички. И если она останется в моих фаворитах, буду брать, конечно, полноразмерный вариант. Череж тоже потрясающая. Вот хочу ее взять в объеме 10 миллилитров. Мне брала знакомая моя. Я аромат этот уже ощущала на себе в прошлом заказике. Ссылочку на прошлый заказ оставлю здесь вверху. Мне очень понравился аромат Череж, в отличие от Череж Момент, потому что Момент, он прям сладкий. Я такие не люблю. А классический, ну, супер, вообще будет в объеме 10 миллилитров. Буду брать. Хочется попробовать новинку следующего каталога. Это у нас две туалетные водички парфюмерные ИВ. По 59 рублей набор получается. Это у нас пробники, которые с распылителем. И здесь у нас по полтора миллилитра в каждом. Вообще это, конечно, тема. Пробник с распылителем. Это очень удачно. Я возьму обязательно эти ароматы попробовать. Мне интересно. Потому что ИВ, то, что я ощущала из этой линейки, мне пока все нравится. Интересная акция. При покупке любых средств ИНЮ на 600 рублей мы можем выбрать любую из трех туалетных водичек ИВ на выбор. За 30 рублей всего. У меня пока очень много уходовой косметики, кремов. Когда я их израсходую, я обязательно начну тестировать линейку ИНЮ. А кто будет брать в этом каталоге, воспользоваться акцией. Ну, прям вообще здорово. В объеме 10 миллилитров, да, они у нас тут, можно выбрать ароматик. Конечно же, возьму пробный образец сыворотки для лица с витамином С. Вообще, витамин С для лица даже в чистом виде я его применяю. Обязательно как-нибудь вам расскажу об этом. Он вообще потрясающе воздействует на кожу лица. Нанесли перед сном, а с утра вы красотка. Но об этом потом. А пробничек вот этот за 30 рублей я обязательно возьму. Очень интересно, что это за сыворотка. Масок, девчонки, вот эту вот я еще не пробовала, которую мне дали в подарок, а волшебные грибы. Название вообще огонь. Я уже успела оценить. В течение недели, наверное, я наношу ее на ночное лицо. Ну, как бы, что могу сказать? Ничего не могу сказать. То есть, ни плохо, ни хорошо. Достаточно плотный кремушек намазала на ночь. И с утра я вот не вижу, как после некоторых косметических средств какого-либо эффекта. Там ни подтянутости, ни ровного тона кожи. Ну, ничего. Как-то вот никак. Я, конечно, буду дальше тестировать, дополню свой отзыв, но пока она мне не зашла. Девчонки, однозначно буду брать освежающий мицеллярный скраб для лица. Мне в прошлом заказе пришел пробник этого средства в подарок, и я просто в восторге в диком. Есть одно похожее средство в Фаберлик, и вот оно мне напомнило по действию его и даже еще лучше. Я нанесла этот мицеллярный скраб на лицо, помассировала и смыла. И ощущение после этого скраба, ну, мало того, что лицо очищенное, понятно, такое ощущение, что кожа раскрывается и дышит, насыщается кислородом, какой-то идет вот легкий холодочек по коже. Ну, эффект потрясающий, просто там такие мелкие частички, которые, в принципе, ну, не знаю, может быть, для чувствительной кожи не подойдут, потому что их много. Но для комбинированной и тем более для жирной это вообще просто находка. 159 рублей, 150 миллилитров я беру его однозначно. Он супер, я всем его советую попробовать. Еще хочу, девчонки, попробовать на страницах распродаж 182 страница СПА восстанавливающее очищающее средство для лица с марокканским органовым маслом сокровища пустыни. Вот это вот средство за 109 рублей, это хорошая цена. Очень интересно, что оно из себя представляет. Восстанавливающее, очищающее. Если кто-то пробовал, девчонки, напишите тоже, пожалуйста. Интересно, это что вообще, как восстанавливает и очищает. И не скраб, и не маска. Что же это? Буду пробовать из линейки Эйвенке на странице 188 скраб для тела. За 120 рублей 200 миллилитров. Это классная вообще цена за такой объем. очень интересно будет попробовать. Линейки по 90 рублей Эйвенке тоже здорово. Мягкость с овцом увлажняющий 3 в 1 по 90 рублей. Смотрите. И очищающее средство для лица идеальный тон у нас здесь тоже по 90 рублей. Все в объеме 200 миллилитров. Цена хорошая, но я лосьон себе уже взяла. Мне его теперь хватит надолго. 700 миллилитров. Даже не знаю, как буду расходовать его, но буду. Девчонки, еще очень интересно вот вот эти серии, так как они правильно у нас называются Инканта розовенькая и голубая. Мне в следующем заказе придет в подарок либо такая, либо такая набор средств. Напишите, пожалуйста, ваши отзывы, какой нравится вам аромат больше, потому что ни в прошлом каталоге, ни в этом нельзя понюхать серию Инканта вообще, как она пахнет. Не знаю, мне вот так кажется, что красный, розовый, точнее сладкий, а голубой свежий. Но это же ведь не факт. Может быть просто такой цвет. Если вы брали эти средства, напишите, пожалуйста, какой аромат вам нравится больше, потому что скоро буду делать заказ, выбирать себе подарок и даже вот не знаю, на чем остановиться. Очень хочется попробовать из профессиональной линейки для волос серию магия гиалурона. И здесь очень интересная акция, при покупке трех и более продуктов действует специальная цена. То есть, ну, небольшая, в принципе, скидочка, эти 11 рублей с продукта, но тем не менее. У меня из этой линейки есть шампунь драгоценные масла, который мне очень нравится, не утяжеляет мои волосы, увлажняет их. Он мне реально очень нравится. Пока по нему никаких нареканий. Волосы не лезут, не выпадают, все нормально. И бальзамчик из этой серии у меня есть тонирующий, тоже очень неплохо и довольно хорошо питает волосы. Поэтому вот эта линейка мне, в принципе, ну, зашла. Вот они, драгоценные масла. Тоже при покупке трех действует специальная цена. Маркетинговый ход. Цена на сыворотки для волос 220 рублей они будут у нас стоить. У меня сейчас в использовании так сыворотка для сухих кончиков. Вот эта вот зелененькая очень мне нравится. Вообще они по эффекту очень схожи с вот этой желтенькой. Это у нас питание, питательная сыворотка, которую вообще я очень люблю в течение многих лет пользуюсь, которая делает ваши волосы гладкими, напитанными, блестящими, послушными и мне лично не утяжеляет, что тоже очень важно и не жирнит. 220 рублей это хорошая цена за эти сыворотки. Я, ну, по крайней мере, в течение трех-четырех каталогов уже я дешевле их не видела. У нас тут день рождения недавно был у дочки и моя знакомая подарила аромат ей Frozen, вот этот вот детский из линейки Disney. 390 рублей он у нас сейчас в этом каталоге. Тут еще подарочная упаковка. Эльза нарисована для девочек, поклонниц этой серии вообще супер. Здесь у нас 50 миллилитров, вы знаете, я, наверное, дочери этот аромат отберу. Ну, так он мне нравится, такой он крутой, вы просто себе не представляете. При всем при этом он достаточно стойкий, то есть не такой, как Incandesens, допустим, но в течение нескольких часов я ощущаю этот аромат. И как он мне понравился, вообще я просто в диком восторге. Девчонки, кто брал вот эту линейку вообще. Она обладает таким же ароматом, как парфюм или у нее какой-то свой. Если да, я обязательно возьму дочери, наверное, сама буду мыть волосы вот этими средствами, но мне очень понравился этот аромат, просто вообще классный. В конце каталога у нас гигантские размеры, начинаются 1000 миллилитров пены, 310 рублей, но это вообще круто, выбирай на любой вкус и цвет, я люблю сидеть в ванной, подолгу, поэтому, может быть, пенку себе закажу. Гели для душа 720, так нет, 720, да, миллилитров и 700, 220 рублей у меня есть сейчас в использовании райский сад, и мне очень нравится этот аромат, у него аромат пиона, я люблю его. Половину, в принципе, я уже израсходовала, поэтому можно сделать и запасик, заказать еще один. 195 рублей шампунь и нейчерлс, мне писали девочки, что после этих шампуней сильно выпадают волосы, девчонки, если кто пользовался, не молчите, напишите, пожалуйста, очень интересно. Так понимаю, по традиции в конце каталога у нас подарочные как бы такие наборчики, любые три продукта со страницы 242-243 за 349 рублей. И здесь у нас представлен огромный выбор продуктов, и вот можно выбрать любые три и взять себе за 349 рублей. Я бы, если честно, взяла бы спа-крем для рук, ступней, локтей, вот эту баночку, если кто пробовал, тоже, пожалуйста, напишите. Я бы взяла детский лосьон из линейки и я бы взяла, не знаю, либо средства для интимной гигиены, либо спрей-лосьон для тела, потому что как-то вот что-то тут представлен, не очень такой ассортимент, если честно. Гель для душа, пена для ванны, шампунь опять натурал, который я теперь боюсь брать, потому что пишут, что волосы выпадают. В конце каталога ароматы 10 мл по 179 рублей на последней странице. И тут вообще у меня прям полет фантазии. Я буду брать, конечно, лак, не знаю, наверное, оба. Я буду брать однозначный трекшн, обычный, мне кажется, раш, наверное, тоже сладкий, обычный трекшн мне очень понравился. И я буду по-любому брать тумороу. Тумороу вообще меня тоже покорил. Здесь тоже есть древесные нотки, поэтому вот уже 4 минимума аромата я возьму по-любому. Буду тестить их носить. Тумороу, кстати, у нас с восклицательным знаком кончается. Расхватают, не успею же. Вот такой у нас сегодня с вами получился гид по каталогу Эйвен 12. Я надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не упустить следующие интересные видео. Благодарю вас, девчонки, за то, что пишете комментарии, даете дельные на самом деле советы. Я вам очень благодарна. Спасибо всем за просмотр. На этом все. Пока-пока.